МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ульяновской области продолжается модернизация образовательных учреждений. В частности, в Сенгилее в минувшем году серьезно обновили здание детского сада «Солнышко». Здесь привели в порядок кровлю, отмостку, частично заменили окна. Садик с 1981 года основания. В этом году ему 40 лет. Садик, как можно сказать, старый уже. В этом году мы планируем заменить полностью все окна и проложить асфальт на территории. В дальнейшем планов много. Хотим обновить все детские площадки. Детский сад рассчитан на две сотни ребятишек, а потому весьма востребован в Сенгилее. Губернатор Сергей Морозов во время своей рабочей поездки в муниципалитет побывал в стенах дошкольного учреждения. А также обсудил вопросы ремонта как этого детсада, так и других учебных заведений района. Продолжается ремонт средней школы в райцентре. В Силикат нам намерены отдать под центр дополнительного образования одно из зданий, судьбой которого были озабочены жители поселка. У нас и дело там будет благородное. Надо спасти такое по красоте здание. И самое главное, оно будет точно украшением всего Силикатного и того большого мелька, который сейчас там будет устроен. Время совершенно другой облик даже будет поселка. Для школ и детсадов Сенгилеевского района закупают также новое оборудование, например, для пищеблоков. Вновь по заявлению пенсионный фонд возвращается к допандемийной процедуре начисления выплаты из материнского капитала. Теперь для ее назначения вновь необходимо обращаться в МФЦ. Если в семье второй ребенок, заявление также можно подать через сайты пенсионного фонда или в госуслуг. Размер выплаты в этом году составляет 10 917 рублей. Выплата первоначально устанавливается по заявлению с подтверждением доходов до достижения ребенка возраста одного года. Затем также по заявлению ее можно продлить до двух лет и далее до трех. Но в период пандемии до 1 марта 2021 года такой порядок продления выплаты до двух или до трех лет происходил в автоматическом режиме. Заявительный порядок вновь возвращается. Поэтому для того, чтобы маме оформить выплату на ребенка до трех лет из средств материнского капитала необходимо подать заявление. Сотрудники МФЦ напоминают, родителям, чей срок выплата истекает в марте, уже необходимо подать заявление. Площадки не будет. С 1 апреля вносятся изменения в правила проведения экзамена на водительские права. С этой даты навыки вождения будут проверяться в условиях реального дорожного движения. О праве сеять за руль Павел Игнатьев. Таких кардинальных изменений не было давно. С 1 апреля кандидаты в водители вместо двух будут сдавать только один практический экзамен. Элементы площадки перейдут в аттестацию город. Часть испытаний перекочуют либо на закрытой территории, либо на дороге с малоинтенсивным движением. Те элементы, которые выполнялись у нас на площадке, они будут частично выполняться в режиме реального дорожного движения. Такие элементы, простым языком скажем, это въезд в гараж, в простонародье, чтобы людям было понятно, и параллельная парковка. Больше всего изменений пугает сегодняшних курсантов. Многие из них стараются сдать вождение, пока новый регламент еще не вступил в законную силу. А вот инструкторы сохраняют спокойствие. Для них принципиально ничего не поменялось. Обучение осталось прежним, возросла только интенсивность занятий. Побольше мы паркуемся в городе, тренируем людей, чтобы у них уже к апрелю месяца были определенные навыки и не боялись люди. Чтобы экзаменуемый меньше волновался и не принимал поспешных решений, увеличится время прохождения испытаний. Согласно новому регламенту, на экзамен будет отводиться до 30 минут. До получаса, да, время увеличивается, чтобы он успел выполнить все элементы, все маневры, которые предусмотрены новым административным регламентом и постановлением правительства. В пояснительной записке к новым правилам уточняется сокращение практических испытаний уменьшит время, необходимое для получения прав. Главным же преимуществом автоинспекторы называют совершенно другой подход автошкол к обучению водителей. Отныне право сесть за руль они будут доказывать в реальной дорожной обстановке. Ух ты, вместо эврика. Малыши из детского сада Волгарик продолжают путь в большую науку. Уже в 4 года они изучают свойства вещества на молекулярном уровне. Но в открытии даются непросто. Приходится ломать голову и долго сидеть за партой. Тем весомее. Результат. Павел Игнатьев подробнее. В этой детской лаборатории все совсем по-взрослому. Здесь и телескопы, на столах для детей расставлены пробирки с реактивами, научная литература, а в шкафах и ждет специальная одежда. Пусть и надевают ее молодые пытливые умы с помощью старших. Белые халаты и вещества на партах провоцируют на эксперименты. На них они соглашаются с легкостью. Здесь малыши узнают, почему вода мокрая и как зародилась жизнь на планете. Мы не даем готового знания. Мы учим детей взять эти знания самостоятельно. Поэтому, когда они вдруг сами получают ответ на свои вопросы, вот это для них самое удивительное. Докопавшись до истины, они не восклицают Эврика. Радость искренняя, под детски наивная. Ух ты! Смешав все вещества и изучив их свойства, молодые ученые делают вывод. Сахар в моряне сегодня, а песок нет. Данные заносят в специальную таблицу. К экспериментам серьезный подход. Пройдя курс обучения, дошкольники узнают о свойствах времени, астрономических явлениях и без труда перечисляют все планеты Солнечной системы. И девятая планета под названием Путон. Начиная с четырех лет, малыши проходят авторскую программу Татьяны Владимировой «Шаг в неизвестность». Методику педагога Волгарика знает вся страна. Наш опыт в России признали уникальным, очень эффективным. Очень надеюсь, что коллеги из разных регионов заинтересовались этим опытом. Мы будем ждать дальнейшего сотрудничества с другими учреждениями. А пока новые открытия. К ним любознательные почемучки тянутся каждый день. Так они познают мир полный загадок. Самое время их решать, вооружившись знаниями и дружной командой. Вместо одной выставки две. В стенах выставочного зала на Покровской в дополнение к уже действовавшей экспозиции «О зеркала. Зеркала» открыли еще одну. Теперь помимо величественных зеркал, украшавших дома в 19 и 20 столетии, работники музея представили на суд посетителей камерную выставку «Магия света». Ее основу составляют осветительные приборы, подсвечники, лампы разных видов. Организаторы уверены, зеркала и свет – вещи, прекрасно сочетающиеся и дополняющие друг друга. Экспозиция старинных зеркал, преимущественно это рубеж 19-20 веков. А зеркало, как мы все знаем, совершенно мертво без света. И поэтому у нас уже в основной экспозиции и керосиновые лампы, и подсвечник появляются. И вот логичным продолжением такая камерная выставка сложилась «Магия света», где мы представляем осветительные приборы. Две выставки, ставшие одной экспозицией, будут действовать до 30 мая. Мастер-класс по греко-римской борьбе для начинающих состоялся в Ульяновске. Его проводил многократный победитель различных международных соревнований среди глухих – Евгений Голованов. Какие вопросы задавали юные спортсмены именитому спортсмену? И каким приемом мастер обучал ребят? Материал Эллы Шаховой. А ну-ка, поднимите руки, кто хочет стать олимпийским чемпионом здесь? На мастер-класс Евгения Голованова по греко-римской борьбе пришло около сотни мальчишек от 9 до 13 лет. Сначала вопрос-ответ – как стать сильным, какая победа была первой. Самые первые соревнования у меня были в 97-м году. Это турнир в Альметьевке на апреля компании «Татнефть». Я там стал старым, уступил в местном борьбе в Альметьевке, получил в качестве приза медаль, диплом. И тут, как это было, это для меня был очень хорошим. Чем нужно питаться, чтобы быть таким сильным? Чем питаться, нужно питаться, лучше меняться, для этого. Евгений Голованов – 14-ти кратный чемпион России среди глухих спортсменов, трёхкратный чемпион Европы, чемпион мира, чемпион Сурдо-олимпийских игр в 2005 году. Детям интересно, что им слушают, рассказывают, они всем внимательно слушают. Особенно им нравится, когда свои приёмы показывают. Ключ, вертушка, лампочка Ильича – это всё название приёмов, используемых спортсменами в греко-римской борьбе, и которые Евгений охотно демонстрирует мальчишкам. Мы должны обращать внимание на детей, именно на детский и юношеский спорт. Потому что олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, откуда они получаются? Именно с наших вот этих детей, которые приходят, которые влюбляются в наш вид спорта, которые достигают больших результатов. Самое главное, говорят тренеры, чтобы эти ребята как можно дольше хотели стать чемпионами. Ведь если есть цель, то будет и упорный труд. И сегодня Всемирный день защиты прав потребителей. Кто этим важным делом занимается в Ульяновской области? И по какому поводу чаще всего сегодня составляются претензии? Об этом в программе «Сема дня». Смотрите актуальное интервью сразу после выпуска новостей. На этом у меня всё. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего вечера. До встречи. Увидимся. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 7 до 12 градусов мороза. В Ульяновске минус 7, минус 9. Завтра днём по области от минус 2 до 3 градусов тепла. В Ульяновске около нуля. Ночью и днём на дорогах гололедица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова